Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и мы продолжаем изучать язык C. В прошлом видео мы изучили сложные объявления, а в этом видео мы напишем простой симулятор жидкости. Сообщающиеся сосуды тоже будут. Ссылки на уроки, необходимые для понимания данного материала, а также таймкоды, будут в описании. Итак, погнали! У меня уже открыт пустой консольный проект на языке C, и для начала подключим модуль Windows. Вот такой макрос необходимо прописать перед Windows.h для доступа к некоторым функциям. Далее напишем еще пару макроопределений. Выс и хай — это ширина и высота консольного окна в символах. Хай я сделал на один меньше, чтобы внизу выводить какую-либо информацию. Вот эти макросы — это обозначение каждого вещества на карте. Да, и давайте сделаем саму карту. Tmap — это тип данных для хранения карты, а map — это сама карта. Давайте напишем функцию очистки карты. Здесь просто заполняем весь двумерный массив символом А, а в самом конце массива ставим символ конца строки. Давайте напишем функции установки положения курсора и отображения карты. Функцию курпос мы разбирали в 17-м уроке по языку C, где писали арканоид. Отображение всей карты теперь происходит одним принтом, так как все строки двумерного массива лежат в памяти последовательно. А в конце массива стоит символ конца строки. Давайте проверим правильность работы функций. Запускаем. И видим, что вся наша карта заполняется правильно. Кстати, если нужно поменять размер окна, то кликаем правой кнопкой мыши по заголовку и выбираем свойства. Далее переходим во вкладку расположения и вот здесь вот меняем размер консольного окна, после чего нажимаем ОК. Давайте вместо букв А заполнять карту пробелами. Запускаем и видим, что мы навели порядок. Теперь нам необходимо что-нибудь поместить на карту. Для этого нужно узнать, на каком символе находится мышка. Давайте добавим пару переменных. CellSize — это размер символа в пикселях. MousePos — это координаты символа, на котором находится мышка. Давайте напишем функции для получения обоих этих значений. Функция GetCellSize получает размер клетки. Здесь сначала получаем размер окна. Для получения размера символа просто делим размер окна в пикселях на количество символов. Функция GetMousePos возвращает координаты мыши в символах. Здесь сначала получаем позицию мышки на экране. Далее переводим экранные координаты в координаты клиентской области. Поделив координаты мыши на размер символа, получаем координаты мыши в символах. Давайте проверим, как работают эти функции. Перейдем функцию Main и немножко ее исправим. Здесь до цикла сначала получаем размер символа в пикселях. Далее каждую итерацию считаем координаты мышки. В конце временно выводим координаты мышки на нижней строчке. Запускаем. Так, вот здесь вот внизу слева показываются координаты мышки. Так, верхний левый угол 0,0. Правый и нижний 79,24. Ну, все правильно. Теперь напишем процедуру помещения песка на карту. Для упрощения начнем именно с песка, а потом уже подключим все остальное. Здесь, если нажимаем левую кнопку мышки, то в текущие координаты помещаем песок. А если нажимаем правую кнопку мышки, то освобождаем клетку. Давайте проверим, как работает наша функция. Запускаем. И видим, что теперь можно немножко намусорить. Если при попытке кликнуть мышкой у вас появляется нечто вот такое, то сделайте следующее. Правой кнопкой мышки на заголовок окна и свойства. И вот тут вот в настройках снимите галочку выделения мышью. Ок. После чего перезапустите приложение. Вот теперь все нормально. Давайте заставим песок падать вниз. Напишем процедуру для движения каждой клетки песка. Это стандартная функция для проверки вхождения координат в пределы карты. В данном цикле i сначала равна нулю, затем минус единицы, а потом плюс единицы. Так как вначале песок падает вниз. Но если внизу занято, то песок скатывается влево или вправо. Но только в пределах карты. При этом песок может упасть на свободное место или в воду. При этом он будет вытеснять воду или свободное место. Давайте напишем процедуру обработки каждой клетки карты. Здесь просто проходим по всей карте снизу вверх. И в зависимости от того, что в клетке, вызываем нужный обработчик. Вызовем эту функцию перед рисованием карты. Запускаем. И видим, что песок ведет себя вполне себе как песок. И превращается в пирамиду. Теперь давайте кроме песка помещать на карту воду и стены. Для этого переместимся в самый верх. И добавим еще пару переменных. Substance это выбранное вещество, которое мы будем помещать на карту. Всего у нас три вещества. Песок, вода и стена. По умолчанию выбран песок. S-last я добавил просто для удобства организации циклов. Кстати, перечисления мы проходили в 49-м уроке по языку C. Subchar это массив, позволяющий выбрать символ вещества по его номеру. Subname это название каждого вещества в виде строки. Давайте добавим функцию выбора вещества. Напишем ее перед функцией putSubstance. Выбирать будем с помощью клавиш 1, 2 и 3. Теперь помещать на карту нужно то вещество, которое мы выбрали. Отредактируем процедуру putSubstance. Теперь вызовем процедуру выбора вещества в процедуре main. Запускаем. Нажимаем 1. Видим песок. Нажимаем 2. Видим воду. Но это она в будущем будет водой. Нажимаем 3. И видим стену. То есть при нажатии клавиш 1, 2 и 3 выбирается соответствующее вещество. Однако при запуске программы непонятно, как выбрать вещество и что сейчас выбрано. Давайте после процедуры show map добавим процедуру отображения необходимой информации. Здесь я показываю, какая цифровая клавиша какому веществу соответствует. А в конце показываю, что будет, если нажать левую кнопку мышки и правую кнопку мышки. Давайте вызовем нашу процедуру после отображения карты. Запускаем. И видим всю необходимую информацию для работы с программой. Ну а теперь самое вкусное. Давайте реализуем движение воды. Для этого перейдем в процедуру move substance. И перед ней добавим несколько переменных. MapTmp это временная карта. Она понадобится для рекурсивного поиска. Water level это уровень воды, на котором падающая капля может растекаться. То есть выше этого уровня она растекаться не может. Found point это точка, в которую падающая капля вытеснит воду из объема, в которой падает. Давайте напишем процедуру движения воды и все станет более понятно. Проверять будем точку ниже текущего положения. Поэтому если она выходит за карту, то выходим из процедуры. Далее смотрим, если внизу пусто, то течем туда. Но если внизу тоже вода, то нам необходимо найти ближайшую свободную точку рядом с объемом воды, в которой падает капля. При этом точка должна быть ниже уровня самой капли. В данном случае делаем следующее. Указываем уровень воды на один ниже капли. И говорим, что точка вытеснения пока не найдена. Далее копируем во временную карту нашу текущую карту. После чего вызываем процедуру поиска точки вытеснения, которую мы сейчас напишем. Поиск идет от указанных координат. Если точка вытеснения найдена, то вытесняем нашу каплю в указанную точку. Давайте чуть выше напишем рекурсивную процедуру поиска точки вытеснения. Мы проходили рекурсию в 31 уроке по языку C. Данная процедура будет вызвана для всех точек одного объема воды. Здесь сначала проверяем, что мы находимся в пределах карты. Далее проверяем, что клетка ниже уровня воды и ниже последней найденной точки вытеснения. И если в этом месте пусто, то считаем текущую клетку точкой вытеснения. В случае, если это клетка с водой, то помечаем ее решеткой на временной карте, чтобы исключить из дальнейшей обработки. И далее вызываем саму себя для всех соседних клеток. Теперь перейдем в процедуру Move Substance. И добавим обработчик для клеток воды. Запускаем, включаем воду и пробуем. Вполне себе похоже на воду. И давайте что-нибудь нарисуем. Вот такая непонятная конструкция. И давайте зальем ее водой. Так, и теперь спускаем. Оп. Неплохо. А теперь давайте сделаем так, чтобы при движении мышки у нас рисовалась линия здорового человека, а не линия курильщика. Перейдем в Put Substance. И чуть выше напишем процедуру рисования линий по двум точкам. И с помощью этой процедуры немного изменим процедуру Put Substance. Здесь просто запоминаем последнюю точку, в которой была мышка на карте. И рисуем символы по линии между текущей точкой и предыдущей точкой. Запускаем. И видим, что линии спокойно рисуются, безо всяких разрывов. Кстати, сообщающиеся сосуды. И все работает. На этом давайте на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Увидимся в следующих роках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok